Ребята, я все еду по штату Нью-Йорк. Какая здесь красота, речка такая. Слева отвес скальный. А это речка. Вот такие вот хлебные составы здесь ходят по 90-й трассе в штат Нью-Йорк. Два длиннющих 53 фитовых. Они, наверное, только по прямой ездят по хавею. Серьезно. Зимой им, конечно, очень трудно, я думаю. Большой, петрушка. Вон она, желтый трак стоит, видите, с открытым капотом. Сейчас подъедем. Вон, какой красава. Пистер Билд. А тракстап полупустой. Красота. Что-то ребята уже ремонтируют, похоже. Так вот мы и стоим. На брейке. Что у вас поломалось? Что не работает? А, кондиционер? Да. Да. Сейчас, секунду, сейчас. Поставлю. Ребята без кондиционера едут. Поломался что-то на Фредди Кондей. Похоже на печку. Моторчик полетел. Колумбия. Фредди. Штат Нью-Йорк. Какая красота, ребята. Закат солнца. Закат солнца. Заехал я в штат Пенсильвания. Вот такие здесь виноградники. Солнышко. На закате. Просто красота. Сорта винограда для вина. Разные. Здесь в этих штатах на севере Нью-Йорка, Пенсильвания, очень развито возвращение этого винограда. Здесь вина разные делают. Много вина. Винных здесь производств. Вот. Руководствует жизнь. Законом риска. Моя смех, Христос. Для Москвы, Господиа. Постань за меня. Я не буду с тобой. Я не буду с тобой. Субтитры делал DimaTorzok 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 Сдаем задом Параллельно паркуемся Параллельно паркуемся Это он его учит параллельно парковаться Похоже К стеночке Раз Нормально Еще разок Сдадим вперед Сейчас туда подальше Включим левый поворотник Включим левый поворотник Ой-о Куда он едет? Да ты что? Уехал! О! Трак драйвер Субтитры делал DimaTorzok Трактивный поворотник Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Параллельно паркуемся Ох, ребята, это чила Крутая Ох, ребята Ох, ребята Ford GT Как это год? 2006 2006? Найсо. Они имеют новые или это стиль? Они еще имеют это? О, это один? Найсо. Скоро? Это шелби. Шеви? Шелби, шелби. О, окей. Это невероятная машина. Это не очень быстро. Но это красиво. Я думаю, это выглядит хорошо. Посмотрите, как двери открыли. Да. Что такое? Это первое, когда я вижу это. Какие двери? Да. У нас есть 16 километров. У нас есть 16 километров. Найсо. Найсо. Через 20 километров. Сколько они пойдут? С 16 километров. году... Закайзаем 304 километров. Закайзаем 100? Таааа. Закайзаем 100 километров. С可愛! Это, например,ほночный! Браво. переключалочка ребята range rover тринадцатого года чик 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 все в дэшку поставил и панал забрала я машина в юстоне смотрите какая красава стоит в окне я только шоу по фото не знаю видно ford gt шестого года несколько штук всего лишь говорят что не за миллион будет через пару лет стоить уже а новый 150 140 тысяч ничего особенного как сказать тачки продает мужичок так я запарковался все сзади меня еще если станет это будет очень просто это не стал он таху которая забрал вернее джемси yukon экстра large длинный такой так смена где-то развернуться вот виде старый раньше стоит ну как старый старый новый но этот пошло забрал сейчас тринадцатого года вроде как самый новый вид оранжик сразу подрывается перчатки красава я его наверно на низ буду ставить наверно на низ такая штука прикольная переключалка просто чисто тын 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 удобно такие здесь controls ставишь ногу на тормоз сразу часть если включая задняя опа камера провалочку ставишь на паркинг опускаешь тормоз исчезает такой руль здесь ладненько при бомбас и машину так вот смотрится до тренд которая забрал здоровый страшенна царапины имеются на нем уже 60 тысяч миль пробег уже покатались на нем три годика бандура багажник такой отлично сам закрывается сам открывается задний диван тут контрол с разный климат контроль дивидежки стоят под локотниках ой в подголовниках система музыкальная меридиан очень качественная пожалуйста здесь венты люк тут конечно на всю крышу стеклянный управление люком панель панелька с рулем так вот смотрится красивый баянчик конечно вообще ничего не скажешь не знаю за сколько его взяли 1000 наверное за 70 забрали с таким пробегом за 60 может ладненько будем грузиться не знаю правда куда его наверх на низ поставить страшно длинный страшно длинный почти как таху разницы не будет куда его ставить в принципе наверно поставлю на низ вон еще один тракторист едет тракист восьмерочка тоже еще две машинки и до дома заедем ребята не на большую рестерию здесь надо остыть немножко то при такой жаре на подъем минут 15 проехал аж перегревается машина надо немножко постоять тут тоже ребята с открытыми капотами отдыхают тут такая небольшая рестерия пикникере сейчас чуть-чуть чуть-чуть пускай мотор отдохнет чтоб сильно его не напрягать тут такой подъем как бы затяжной не знаю сколько он майлов идет но очень долго и у меня температура как бы вообще не опускается с 210 уже минут 15 то я думаю это не хорошо вот посмотрим сейчас турбочку остудим мотор заглушим минут на 15 как раз отдохну пройдусь да и нормально поедем дальше там кемпера даже путешественник остановился уже отдохнуть так как люди живут в пустыне и уже не живут там какой-то дом полуразрушенный вдали гиблые места ребята с левой стороны холмы там конечно квадриках покататься прикольно было разочек змеи наверное там немерено в этих холмах гремучих поезд идет такая длинная железнодорожная линия конкретно аж до самой калифорнии я думаю она идет состав такой длиннющий даже не знаю считал конца больше 100 200 вагонов не знаю никакая Субтитры сделал DimaTorzok Догоняем солнце, ребята Догоняем солнце, ребята Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Закат в Аризоне Не знаю, как вам будет видно, ребята, но вот та коричневая полоса, которая виднеется вдалеке, это граница Мексика и Соединенные Штаты. Я проезжаю. Это забор высоченный там, заборчик. Вот еще куча заборов с радарами, чтобы фиксировать нелегалов. Надо звук убрать. Вот такая вот Калифорния. Едем. Едем, едем. Вон он, Border Patrol. Машина стоит. Короче, тут все намазить. Вот тот забор контролирую, чтобы никто через него не прыгал. Да, ребята, не знаю пока, что-то мне Калифорния не нравится с первого впечатления. Все тут такое стрёмное, что труба. Наверное, я пока не заехал куда надо. Еду я до сих пор на Сан-Диего. Еще пару часиков мне дотуда. Вот по такой вот пустыне. Ничего тут нету. Чисто пустыня. Пыль. Колючки. Все. Вся Калифорния для меня. Что, ребята, я все по Калифорнии учу. Калифорния, Калифорния. Что-то вид не улучшается. Не знаю. Какая-то вот зелень появилась. Искусственная на горизонте. Но это совершенно не меняет вид. Я смотрю, тут много разных ферм. Что-то они тут растят. Какие-то трава, сено. Не знаю. Понятно пока. Проехал пару лесовых. Ничего вроде нормально. В Сан-Диего заеду, поснимаю, посмотрю, что там. Все та же Калифорния. Только немножко. Что-то меняется уже. На знаке указано. Очень сильные ветра возможны. Следующие 63 мили. Смотрите, сколько много этих ветровых вышек. Добавляющее электричество для Калифорнии. Другая сторона. Очень похоже на Аризону тоже. Интересный штат. Мы просто ползем, ребят. 25 миль в час. Вот такой нехилый подъем в Калифорнии. Вокруг скалы. Температура зашкаливает. Кондиционер уже выключил. Такой вот перевал. Серьезный. Уже один стоит. Видно перегрелся. Каньон. Не знаю, насколько затянется еще этот переезд. Я смотрю, один уже доехал. Не доехал. Вокруга. Жаль. Да, жестокий тут перевал, конечно. Я еле ползу. Обвалы бывают здесь. Девература показывает 136. Не знаю, насколько это правда, но показывает. Такие отвесы слева. Мосты через ущелья. Жесть. Ну, вроде проехали. Эти перевалы. Вон, наши пошли. Или нет. Наверное, чуть-чуть осталось, да? Ребята, как же приятно спускаться с горочки, чем подниматься. На козульку вообще не давлю. Уже 10 минут просто накатиком так с ветерком. Температура минимальная. Класс. Уже часик я от Сан-Диего. Я где-то стану там на трекстапе, потому что мне только утром машину скидывает. О, смотрите, какая зелень красивая слева. Там или речка, или что-то такое, или озеро какое-то. Ну, нет. Просто зелень. Просто растет зеленые деревца. Прижились. Ну, что, заехали еще чуть-чуть в другую Калифорнию. Пейзаж меняется. Больше зелени. Пальмы появляются уже. Уже лучше. Но все равно еще где-то в горах. Там люди живут. Слева горы. Калифорния. Едем на Лос-Анджелес, ребят. Скинул две машины здесь. Одну забрал я в Сан-Диего. Двигаюсь. Сегодня у нас суббота. Едем отдыхать. Может быть, попаду куда-нибудь в Голливуд или на Лонг-Бич, на пляж. Если получится доехать, конечно. Вот такая красота в Калифорнии. Еду по 15-й дороге из города Сан-Диего в Лос-Анджелес. Через вот такие вот горки красивые. Перевалов нету. Просто так ровненькая дорога между горами. Все ближе и ближе подкрадываемся к Лос-Анджелесу. Такие горы впереди просто высоченные. В тучах аж прячутся. Да. Красиво в Калифорнии.